Друзья, всем привет! Основная задача этого видеоролика донести полезную информацию для размышления всем тем, кто сейчас находится в поиске работы. В этом ролике у нас будет 4 героя, которые поделятся своими наблюдениями. Давайте я вам сейчас кратенько по существу расскажу, откуда вообще взялась эта идея и почему я решил создать этот сюжет. В первую очередь, в конце осени 2021 года мы снимали сюжет с Алексеем. Это человек, который ранее работал менеджером по продажам автомобилей и он также рассказывал нам в интервью, что такое работа в продажах на тот момент. А потом решил уйти и пошел работать в IT. Мы сняли с ним сюжет, он получился довольно-таки позитивный, у него все получается, новая профессия, работать всем доволен. Но тогда было огромное количество комментариев от айтишников, от программистов, которые говорили, что все это хрень, все это очень сложно, это все нудно. Но он просто пока молодой, зеленый, поэтому он всем доволен. И тогда я решил, что нужно сделать вторую часть этого сюжета. Прошло время, я сделал публикацию в некоторых своих социальных сетях с призывом людей, мол, давайте запишем с вами совместный сюжет, где вы расскажете с плюсами и с минусами. Что же такое на самом деле сегодня работа в IT, обучение, ну и все, что с этим связано. Изначально откликнулось порядка 20, даже 25, наверное, человек, которые говорили, я все расскажу. Но как дошло до дела, на связь вышло только 4 человека. И из этого тоже нужно делать выводы. Люди пишут, расскажу всю подноготную, как меняется рынок, как меняется востребованность профессий, расскажу про жирные плюсы. Давай, рассказывай. И тишина. Значит, что я сделал? Я разослал плюс-минус одни и те же вопросы всем тем, кто хотел принять участие. Они записали на них ответы, я их уже все отсмотрел. Сделал для себя пометочки, кто про что расскажет. Истории у людей разные. И сегодня у нас с вами будет идти такая нарезка, где люди сами будут рассказывать про свою профессию. У меня будет шикарный спонсор этого выпуска, который вот так вот вписывается в данный сюжет. Чуть позже я вас с ним познакомлю. Идти мы с вами будем по такому принципу. Я буду вставлять видеоролики с отзывом людей. Они будут рассказывать, после чего будут давать какой-то комментарий. И мы будем идти дальше. Есть тайм-коды, но в любом случае, если уж смотреть, то смотреть все для того, чтобы была общая какая-то картина, было общее понимание. Человек раньше был банковским сотрудником, работал, но в какой-то момент уже начал чувствовать, что что-то не так и нужно менять сферу деятельности. И произошел потом переломный момент. Давайте не будем забегать наперед, пусть он сам все нам и расскажет. Привет, меня зовут Евгений. Я из города Киров, город провинциальный, примерно где-то тысяча километров от Москвы. Ну, с чего начну? В IT я работаю два с половиной года. И занимаемся полностью разработкой рекламы, сайтов, приложений. Все, что под ключ, а также привлечением клиентов, лидогенерации. Все, что связано с привлечением клиентов. Сейчас, на данный момент я переехал с семьей в город Сочи. С октября месяца здесь проживаем. И все это благодаря IT. Да, IT я работал в банковском секторе, да, менеджером. Образование юридическое. То есть я закончил институт и по специальности не мог найти работу. И как-то пришел в банк и устроился. Соответственно, работав в банке, понимал, что нужны какие-то перспективы роста. И то, кроме как IT-сектора, я это не видел. То есть пытался заниматься каким-то своим просто бизнесом, оффлайном. Но в это как-то не получалось. Соответственно, начал искать в интернете, что можно вообще, чем заняться, что сделать. Искал, искал, искал и наткнулся на франшизу компании «Формула трафика». Подписался, начал следить, пришел на вебинар, проникся и купил франшизу. И занимаюсь по франшизе. То есть с первых же дней, когда включился во франшизу IT, тут дают полный пакет, так скажем, инструментов. Тебя обучают, доводят до конца, до результата. И на прибыль я вышел где-то через две недели. На прибыль именно, которая превысила у меня банковскую зарплату. То есть я где-то в банке зарабатывал 25-30 тысяч рублей. И закрыв двух клиентов, 20-25 тысяч, где-то вот так, ну, помню, где-то 40-45 было в первый месяц. Я сразу же принимаю решение уходить, ну, просто уходить самого на себя, так скажем. И как раз это было где-то, а, начало было, получается, 20-го года. Это как раз был пандемийный год. И январь-февраль вот хорошо проработали. И когда началась пандемия, когда всех высадили по домам, соответственно, вот тогда я проникся и понял, что именно работа в IT-секторе за этим будущее, и она будет 100% развиваться. То есть рост идет колоссальный. То есть с каждым месяцем зарплата потихоньку-потихоньку, она только растет. Ну и, соответственно, все зависит, конечно, только от тебя. Как говорится, как потопаешь, так и похлопаешь. Никто не будет тебе что-то где-то подносить, преподносить. Но плюс в том, что есть для этого инструменты, есть для этого знания. Знания постоянно обновляются. У нас, допустим, каждый год мы проходим переподготовку нас, сотрудников. То есть здесь уже сейчас... Я сейчас начинал как обычный фрилансер, а сейчас у нас уже получается... У меня, например, лично у меня уже своя команда. То есть я уже набрал своих сотрудников, и мы уже работаем такой как бы мини-командой. То есть, соответственно, я вижу в этом будущее, как построить свое агентство. То есть из сотрудников... Сейчас у меня три, условно говоря, да. А я хочу вырасти минимум до 10 специалистов. А дальше уже, как говорится, как сложится. Ну и плюс есть еще на подхвате удаленные ребята, которые работают из других городов. Также, в чем плюс IT, это мы можем не привязываться к месту. Соответственно, в октябре месяце у нас тут открылся большой хаб в городе Сочи. И, соответственно, мы сюда с семьей переехали. Вот я, в принципе, сейчас нахожусь в офисе нашей компании, формулы трафика франшизы, и работаю полностью из офиса. Вот, в принципе, могу вам его вкратце показать. Это, в принципе, вот первый этаж. Вот здесь как бы еще ремонт идет. Вот, то есть, соответственно, масштабы, они есть. То есть, это все будет для сотрудников, для нас, для франшизи. То есть, любой может прийти и поработать. Поэтому, если я ответил на вопрос, стоит ли идти в IT, есть ли за этим будущее, я однозначно говорю, что стоит. Потому что офлайн бизнес, он в любой момент может, так сказать, накрыться. В IT же какой плюс? В том, что если мы сейчас работаем, условно говоря, с установкой окон, если в этом бизнесе что-то пошло не так у директора, то он может нам сказать, что, ребят, мы с вами не работаем. Соответственно, мы просто берем и меняем нишу, и уходим, например, на натяжные потолки, условно. И начинаем работать с теми, кто натяжные потолки. Или берем тех, кто занимается установками окон, но в другом регионе. У нас вообще нет привязки. Я также работаю со странами Польши, Германией, с Белоруссией. Мы работаем с Казахстаном. Есть у нас США клиенты. То есть, соответственно, это валюта. Так что, был рад пообщаться, рад был помочь. Всем спасибо, спасибо за внимание. Всем пока. Вот в силу того, что люди, которые рассказывают, они, может быть, больше преподносят плюсов, я постараюсь делать акцент, например, на минусах, но которые тоже будем объективно разбирать. Вот сейчас, если залезть и почитать новостные издания, нам рассказывают, что востребованность IT-профессий падает. То есть, количество вакансий сокращается, при этом кандидатов становится все больше. Связано это, в первую очередь, с тем, что многие крупные компании зарубежные ушли из рынка, и многие говорят так, что это рассказывают мне непосредственно люди, кто работает в IT, кто пишет, но на видео рассказывать не хочет. Например, работал, и ему сказали, что, чувак, пока ты живешь в России, мы с тобой заключать, продлевать контракт не будем. Уезжай в любую другую страну, открывай там себе новый банковский счет, тогда мы сможем тебе выплачивать деньги, будешь продолжать работать. И некоторые, внимание, действительно переезжают. С одной стороны, это, конечно, можно рассмотреть как минус. Но, с другой стороны, если ты уезжаешь и получаешь деньги в валюте, а сам проживаешь, ну, например, где-то в Таиланде, работаешь, трудишься, это не так страшно, как, например, сейчас происходит потеря работы у менеджеров по продажам автомобилей. Многих сократили, и сейчас ребята сидят и думают, а чем они будут заниматься дальше, ведь перейти из одного слова в другой, это вообще не вариант. Как бы нужно кардинально сейчас менять профессию. При этом обещают, и такая жирная надежда идет на государство, что будет поддержка. Потому что для некоторых владельцев IT-бизнеса они обещают дополнительную поддержку, чтобы это развивалось внутри страны. Соответственно, что будет происходить дальше, покажет время, но здесь поймите правильно. Основная задача, важная ролика, это показать о том, что можно получить новую профессию и начать с ней работать, зарабатывать. То, что сейчас у нас происходят, где-то какие-то переломные моменты в нашем рынке, они происходят, наверное, во всех профессиях. Покажите мне того, кто всем доволен, ему все нравится, и он скажет, приходите ко мне, у меня есть для вас свободная вакансия. Привет, меня зовут Леонид, я из Санкт-Петербурга, я Python-разработчик в одной из крупных аутсорс-компаний. Как я пришел в IT? Ну, на самом деле, в IT я шел целенаправленно, мне компьютеры нравились в школе. Вот, понятное дело, что тогда я не понимал, какие здесь бывают зарплаты, какие задачи, что нужно делать, абсолютно не понимал, мне просто нравились компьютеры, с ними возиться, заниматься, что-то пробовать. Вот, поэтому я поступил на факультет компьютерных технологий, отучился там пять с половиной лет. Вот, на последних курсах я нашел свою первую работу, я работал на четверть ставки за 300 долларов в месяц. Вот, это не то чтобы большая зарплата, но на тот момент это было больше, чем стипендии, где-то уже было классно. Но, на самом деле, проект попался очень сложный, я был как начинающий разработчик, ничего не понимал, мне было тяжело, я не справлялся, вот, в итоге я там проработал всего год, и после этой работы у меня сложилось четкое ощущение того, что я этим не хочу заниматься. То есть мне это не понравилось, мне особо никто не помогал, но, как бы, я подумал, что это слишком сложно, и, ну, типа, надо что-нибудь попроще посмотреть, поискать. Поэтому моя следующая работа, она была связана чуть больше с администрированием, по факту это пусконаладка комплексов, это примерно вот как вот Windows переустановить, примерно такая сложность. Вот, этим я занимался где-то года два, параллельно я еще занимался спортом, у меня 16 лет дзюдо, вот, я выступал на разных соревнованиях, там, в том числе на российских, там, на международные не ездил, вот, но, тем не менее, у меня были попытки поработать и судьей на соревнованиях, и я открыл свою школу под дзюдо, вот, ну, правда, много денег она не приносила, вот, и отнимал очень много времени и энергии. Где-то через два года после такой вот работы я понял, что мне все-таки интересно заниматься программированием, вот, и я решил сконцентрироваться на развитии в этом направлении. И, собственно, я попросился перевести себя на той же работе, попросил себя перевести в отдел разработки. Вот, так можно сказать, заново начался мой путь разработчика. На тот момент я получал где-то порядка 50-60 тысяч рублей в месяц. Ну, это вот как вот прям на самый старт начинающий разработчик. Там я проработал два года разработчиком, перешел в другую компанию, которая занималась уже только разработкой ПО, не разрабатывала никакие комплексы. Вот, там я тоже проработал еще года два. Вот, и сейчас я вот работаю в аутсорс-компании международной. Ну, на данный момент, получается, если говорить про зарплаты, самое интересное, зарплата у меня сейчас где-то в промежутке от трех до четырех тысяч долларов. По поводу того, где брать знания, ну, на самом деле, я никакие курсы специальные для этого не проходил, а именно платные не покупал. То есть, очень много в интернете, на ютюбе, много информации, много документации, всяких разных библиотек, которые тебе нужно изучить. Просто открываешь документацию, читаешь, и в большинстве своем ее, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, что, как бы, происходит, что нужно делать. Вот. Есть небольшие сложности с тем, чтобы понять, а что именно изучать, то есть, выстроить какой-то вот обучающий процесс для самого себя, но, во-первых, есть уже курсы прямо в интернете бесплатные, вот, можно посмотреть их структуру, или есть другой вариант, можно зайти, посмотреть на Headhunter, или просто вот то, чем ты хочешь заниматься, вот, по твоей вакансии, просто посмотреть, какие технологии используются, и смотреть, изучать что-то в эту сторону. Плюс, я знаю, что еще есть такие курсы, которые предоставляют именно не набор знаний, а именно, как бы, погружают тебя в процессы разработки, то есть, ты приходишь туда, на эти курсы, и ты начинаешь как будто выработать, то есть, тебе дают какой-то учебный проект, и ты в нем разрабатываешь там свое приложение в команде с другими ребятами там, вот, и все вот эти вот нюансы именно самой разработки ты постигаешь, осознаешь. Собственно, по поводу того, какое место работы, да, то есть, я могу работать где угодно, то есть, у меня нет привязки к офису, я могу работать дома, могу работать в каворкинге, могу ездить в офис, да, у нас компания предоставляет офисы, то есть, туда можно приехать и работать. Собственно, я этот вариант и предпочитаю, просто потому, что мне больше нравится офис, потому что можно сосредоточиться на своих задачах, там есть кофемашина, там есть кафе, в котором можно сходить, пообедать, вот, но если что, я всегда могу остаться дома, там, по каким-то причинам и поработать из дома, если мне это нужно. По сути, для работы нужен только вот ноутбук и хороший монитор, вот, это самое главное. Даже клавиатура, я считаю, что не особо нужна хорошая, вот у меня самая обычная, мне этого предостаточно. По поводу того, насколько вообще перспективно сейчас изучать IT, пытаться войти в эту отрасль, ну, я считаю, что это достаточно перспективно, потому что хорошие специалисты сейчас очень востребованы, вакансий очень много, постоянно приходят рекруты, спрашивают, предлагают какие-то проекты, вот, так что, если тебе это нравится, если ты готов обучаться, то welcome. И вот сегодня кто-то из вас еще будет спорить, что как никогда стало актуальным иметь возможность работать удаленно, без привязки к одной стране. Именно такой профессии у нас сегодня и посвящен ролик, где ребята, один жил на севере, переехал в Питер, другой жил в Москве, уехал в Доминикану, и их огромное количество, всех тех, кто мигрирует по разным странам, особенно сейчас, начинает рассредотачиваться по всему миру, кому где комфортней. IT-профессии это, безусловно, профессии будущего, но будущего, которое уже наступило. Их услуги востребованы практически во всех сферах деятельности. Они неплохо зарабатывают, многим для работы нужен только компьютер, поэтому могут перемещаться по всему земному шару, главное иметь знания, навык. Сама по себе сфера IT, она очень обширная, и здесь остро стоит вопрос, какую специальность выбрать. Вот в рамках этого сюжета я вам могу порекомендовать обратить ваше внимание на самый простой язык программирования Python. Python используется повсеместно, от работы с базами данных до создания сайтов, приложений, игр и систем рекомендаций. Например, с помощью Python вы можете создать подборку интересных новостей из социальных сетей. В общем, его возможности безграничны. Зарплата у этих самых питанистов на рынке труда одна из самых высоких. По России это в среднем, подчеркиваю, в среднем 130 тысяч рублей. Но она постоянно растет. А освоить эту профессию я вам рекомендую как вы думаете, где? Правильно, в онлайн-школе SkillFactory. Потому что она специализируется только на технических профессиях. Более того, у SkillFactory высокие оценки и хорошие отзывы на независимых площадках, таких как Google, Яндекс, Отзовик. На курсе FullStack разработчик на Python вы научитесь программировать на двух языках Python и JavaScript. А карьерный центр поможет после обучения найти работу. Благодаря гибридному формату обучения теория сразу же закрепляется практикой в разных форматах. Учебу здесь вы можете подстраивать сами под себя. Уже про это неоднократно говорили, что вы ее можете совмещать со основной работой. Здесь самое главное, чтобы у вас было желание учиться. Если вы сами хотите получить новую профессию, пожалуйста. SkillFactory готовят уверенных в себе специалистов, которые смогут управлять своей жизнью, так и профессиональной карьерой в целом. Именно здесь вам помогут и поддержат на этом большом пути. Тем более проходить его будет гораздо проще, ведь у вас всегда будет ментор, который ответит на все ваши вопросы. Так что, ребята, если хотите профессию, которая даст вам стабильный доход и независимость, то, пожалуйста, по ссылочке в описании записывайтесь на онлайн-курс от SkillFactory. И специально для вас SkillFactory дарит вам скидку в минус 45% по промокоду МАШКОВ. Получайте новые знания, а вместе с ними карьеру будущего, которая уже наступила. Касательно онлайн-школы обучения, я знаю и вижу комментарии, что некоторые пишут, что все это хрень, все это фуфло. Ребята, я вам просто приведу один живой пример не из онлайна, а вот из жизни. Когда я поступал в университет в 2007 году, я поступал на платное отделение. Вот мы пришли, сдаем экзамен по русскому языку, тестирование идет. Я видел лично людей, детишек на тот момент еще, которые не хотят делать вообще ничего. Я думаю, ничего себе, ты поступаешь в высшее учебное заведение, ты пришел на экзамен, а он сидит вот так вот, и он не хочет пройти, внимание, тестирование. Тестирование, кто забыл, это вот четыре варианта ответа и тыкни в любой. Ходят преподаватели и говорят, вы почему сидите? Да я на платное, зачем мне что-то сдавать? Я же на платное. Говорят, слушай, ты если получишь два, мы тебя и на платное это не возьмем, поэтому сиди, решайте, хотя бы нужно минималку набрать. И эти же студенты в процессе обучения, с кем-то я учился в одной группе, точно так же пропускают занятия, им неинтересна та профессия, которую они выбрали изначально. Вопрос, нахрена на нее было тогда вообще идти? Соответственно, здесь очень важно не вот этой писаниной заниматься, да это все фуфло, это все реклама, ребята. Кушать, если хочется, если нужна работа со стабильным доходом, чтобы ты развивался в ней, пожалуйста, изучайте, профессии масса, много направлений. Вы скажете, а что ты сам-то не пойдешь, например, не обучишься, а я уже подумал об этом, только я подумал пойти на какой-нибудь курс закончить, где именно связан с продажами, такое тоже есть, поэтому вот это мне просто-напросто ближе. Там мне и интереснее будет учиться, и там я, собственно, смогу себя проявить, по крайней мере, как мне кажется сейчас. Соответственно, здесь самое основное, чтобы любой из нас понимал, это желание получать новую профессию. Не хочешь, да и нахрен тебе не надо этим иди, как говорится, кур воруй. Ну, такая поговорка просто есть. Привет, меня зовут Леонид Яковлев, мне 36 лет, и сейчас я живу в Санкт-Петербурге. До этого, 35 лет, я прожил в небольшом северном поселке Уренгой. Это север Тюменской области, Ямал-Нинский автономный округ, там очень холодно, но зато есть такие замечательные вещи, как чистый снег и полярные сияния. До этого, около 13 лет, я отработал в сфере снабжения и закупок. Работа была очень интересной, она мне нравилась, я всегда видел результат своей работы, что очень важно. К сожалению, так сложились обстоятельства, что нас незадолго до моего увольнения из этого предприятия выкупил Новотек и спустя какое-то время было принято решение о том, чтобы перевести офис в город Новый Уренгой. Это 100 километров от моего поселка и варианты, которые имелись на тот момент, либо каждый день ездить туда и обратно, либо снимать квартиру, либо покупать жилье, они меня не устраивали. И поэтому я был вынужден оставить это место работы, хотя там было очень здорово, как я уже говорил. Тут была хорошая заработная плата, это было стабильное предприятие, хороший социальный пакет, северный отпуск 52 дня, путевки в хорошие качественные санатории. Но да, так сложились обстоятельства, что я не смог продолжать работу в этом предприятии. Поэтому я решил, что хочу попробовать себя в чем-то новом. Почему идти? Здесь все-таки отношения между людьми совершенно другие, сами люди совершенно другие. Это не какие-то производства, это не какое-то производственное предприятие. Было так понимание того, что здесь можно себя реализовать, по рассказам знакомых, по тому, как то, что я видел. И в принципе я ни разу не разочаровался в этом. Когда я приехал в Санкт-Петербург, это была осень 2020 года, я сразу же поступил в две онлайн-школы. Одна из них была в SkillFactory, а вторую я назвать не буду. В SkillFactory я поступил на продуктового аналитика, а в другую школу я поступил на Data Scientist. Выбор школ определялся рекламой в интернете, отзывами тех ютуберов, мнению которых я до какой-то степени доверял, и опять же отзывом из интернета. Поначалу учеба в SkillFactory произвела на меня не самое приятное впечатление, потому что начиналось все с каких-то азов, с Google таблиц, с чего-то очень-очень простого, очень примитивного, то, что я к этому моменту уже знал на достаточно высоком уровне. Да, потом появились SQL, появился Python, и здесь я очень оценил тот подход, который в SkillFactory применяется, потому что они действительно ориентированы на людей, которые приходят в профессию абсолютно без какой-либо подготовки, и это действительно работает. Ну, естественно, к этому надо прикладывать некоторые усилия. Плюс, не могу не отметить то, что чат с поддержкой, менторы, которые постоянно находятся в чате и достаточно оперативно отвечают на возникающие вопросы. Это тоже очень здорово. Сравнивая со второй школой, я могу сказать, что в SkillFactory возможно знания дают не так углубленно, но зато очень и очень понятно и очень доступно. То есть, когда я приходил к каким-то курсовым проектам, я делал их сам и гугление было сведено к минимуму. Во второй школе, к сожалению, это не так. Несмотря на то, что программа более широкая, но качество подачи материала оставляет желать лучшего. Очень и очень много времени приходится искать что-то самому. Это не всегда легко, не всегда удобно, не всегда комфортно. как я получил новую работу. На самом деле я на рынок труда не выходил, потому что к моменту трудоустройства я закончил от силы половину обучения в обеих школах. А начинать пробовать себя в качестве соискателя раньше, чем я пройду обучение на 2 трети или 3 четверти, я не планировал, я не чувствовал себя готовым, я не думал, что я представляю какую-то ценность на рынке труда. Но так получилось, что знакомый знакомого моего брата работал в компании, в одну из команд которой требовался как раз продуктовый аналитик. он предложил мне написать коротко о себе, причем речь изначально шла вообще о неоплачиваемой стажировке, я подумал, что ну почему нет, это все равно опыт, который можно будет положить потом опять же в резюме. И конечно же согласился, я просто написал в вордовском документе то, что я умею, написал, что в SQL я умею это, это, это хорошо, это не очень хорошо. Вот с Пайтоном знаком, так-то и так-то, с такими-то программными продуктами, знаком на таком или другом уровне, то есть все честно написал без прикрас, ну, потому что зачем обманывать, если обман при первом же разговоре, он вскроется. На удивление мной заинтересовались, попросили сделать хорошее резюме, это было несколько неожиданно, это было поздно вечером, и здесь мне очень помог учебный чатик в Телеграме от Skill Factory, его кураторы, в частности Юлия и ребята, которые там сидят, они очень сильно помогли, очень здорово, мы быстро составили резюме, подсветили нужные моменты, какие-то ненужные моменты наоборот убрали, потому что мое резюме к этому моменту оно все еще оставалось в состоянии резюме инженера по комплектации или инженера по закупкам, ну, как я уже говорил, я не готовился к выходу на рынок труда. После этого со мной связался HR, связалась HR, мы поговорили, было назначено техническое собеседование, поговорил с ребятами, в тех вопросах, которые касались SQL-а, я отвечал достаточно уверенно, ну и в принципе про Python тоже, а вот что касается математической статистики, я плавал, к сожалению, половина курса, которую я прошел, она не дала достаточных знаний, потому что эта тема раскрывается позднее, я до нее еще не успел добраться. И, да, следующим этапом было собеседование с командой и спустя несколько дней я получил оффер, чему был, конечно, несказанно рад. Что я могу сказать о своей текущей работе? На самом деле не так много, потому что я связан договором о неразглашении. Компания называется Гараж 8, мы работаем в финтехе, моя заработная плата приятно отличается в большую сторону от той заработной платы, на которую может рассчитывать большинство специалистов начинающего уровня. работу я в должности продуктового аналитика. Но, к сожалению, это все, что я могу сказать. Вот, к сожалению, вот так. Теперь про то, как изменилась моя жизнь после 24 февраля и про возможную эмиграцию. Я бы не сказал, что в моей жизни что-то очень сильно или кардинально изменилось. Я для себя принял решение рассмотреть возможность эмиграции. временной или постоянной я еще не знаю. В качестве возможных вариантов я рассматриваю либо Грузию, либо Азербайджан. Грузия, потому что там безвизовый режим 365 дней. Азербайджан, потому что я там был, мне очень понравилась эта страна, мне очень понравился город Баку, понравились люди. И я думаю, что если переждать, то наверное там мне будет комфортно. Ключевым точно так же это по-любому знание английского языка. Вот все те, кто учил английский не только для профессии, чтобы знать терминологию и так далее, а что хоть как-то ты можешь переписывать, переписываться, общаться, ну вот сейчас им эти знания точно пригодились. Ты даже представляешь, что ты в другую страну уезжаешь, но английский в IT-сфере мне кажется, это вот бок о бок все идет. Поэтому здесь по-хорошему надо не на диване валяться там по парку гулять, а заниматься английским языком, обучение проходить. Потому что в любом случае, ну кто бы что ни говорил, профессия действительно будущего и в дальнейшем все поменяется. А те, кто вчера начал, сегодня прокачиваются, они вот имеют возможность зарабатывать деньги. И при этом кто скопил что-то без проблем, люди поуезжали. Понятное дело, что не каждый хочет покидать свой дом, не каждый хочет уезжать. сталкиваются со многими проблемами. Например, получая условно я возьму 3000 долларов или 4 в России, это классно. Приехать в Америку или куда-то еще с этой суммой, это будет уже минимальный прожиточный минимум. Потому что за квартиру заплати, за то заплати. Но это, как говорится, лучше, чем ничего. Можно найти и страну, куда ты можешь приехать, и климат хороший, и пожить там. В общем, друзья, здесь такая тема на самом деле очень интересная. Я искренне надеялся, что примет огромное количество людей участие, что мы каждому дадим по 2-3 минуты, люди выскажутся и в процессе у нас будет ролик на час, допустим, но там выскажутся 20 человек. Но как показывает практика еще раз, вот я прям себе пометку сделал. Где вы, все те, кто критикуете постоянно в комментариях, что вот вы работаете, все знаете. В социальных сетях делал публикации неоднократно. Говорил, ребята, принимайте участие. Тишина. Отсюда хочу сказать следующее, что если кто-то готов поделиться своим опытом в новой профессии, уже не связан при РСАИТИ, работали вы на одном направлении, вас сократили, вы сейчас нашли для себя новое направление, можете им поделиться, где вы видите перспективу, за которую вы цепляетесь. Контакты со мной на экране, все контакты со мной в описании. Пишите, если наберется хотя бы 3-4 человека с разным направлением, я сниму сюжет уже не из дома, а давайте попробуем вживую на улице, где-то возле вашей работы, ну где вы сами скажете, если вам будет интересно. И послушаем, что вы расскажете. Потому что можно во всем видеть, что какая-то там реклама идет, но с другой стороны жить-то надо, деньги-то надо где-то зарабатывать, то есть нужно искать новое для себя направление. Сегодня пройти, на днях был там сюжет про риэлторов, дальше будем смотреть какие-то другие профессии. Все в первую очередь зависит от вас. Будете вы, я приеду и мы сделаем с вами совместный ролик полезный контент. Всем привет, меня зовут Станислав, мне 34 года, я сейчас проживаю в Доминиканской республике, с вами москвич. В 2009 году окончил топовый российский вуз МГТУ Мебаумана по специализации технологической машинооборудования. Факулитет у меня был МТ-3, проектированный технологических, технических комплексов. Поступил в 2004, сдавал экзамены, в общем, в Баммаке, скажу, учиться было не так сложно, как говорят, главное было парнем прогуливать, ходить, сдавать зачеты, и все. Учился нормально, в общем, после Баммаке пошел работать на завод Флэнс, Слеоновский электромеханический завод, инженера-конструктора. И с чем я столкнулся в самом начале. То, что на заводах у нас требуют сразу достаточно большое обширное знание в плане практики, да. То есть, например, у нас на факультете в Баммаке не было станков ЧПУ с числовым программным управлением. У нас стояли военные, довоенные станки, толку от них особо не было. Да, мы теорию знали, теорию резания, вот это все, но как работа конструктора меня сразу поставили делать 3D-модели. Вот. Ну, там немножко проработал и уже решил все-таки работать по направлению IT, да. IT, это же мы берем не только написание сайтов, как я считаю, или какие-то языки программирования. IT, я пошел в это же направление, по тому, чем я учился, написание управляющих программ для станков с человеком программным управлением. Но опыта у меня не было никакого, потому что нас бабушки не учили этому вообще. Я пошел на завод работать, Хроничево. Это в филях у нас есть научно-производственное объединение имени Хроничево, Роскосмос принадлежит. Вот. Меня тогда взяли программистом. Сразу же мне обложили учебниками, дали учебники по программированию. Вот. И сказали, вот у тебя будут твои напарники, будешь что-то спрашивать у них. И дали какие-то простые модели. И дали учебник. И вот я сам там сидел, изучал. Какие-то простые программы для токарных обработок. Я писал на самом станке, да. То есть мне не нужен был компьютер, я заходил, подходил к станку, там был рабочий, я прям при нем писал. Несложные программы, по которым уже шла обработка. Какие-то сложные фрезерные операции, да, которые требовали большого количества операций. Я уже эти программы писал в программе NX, Винеграфикс. Но, повторюсь, опыта у меня не было никакого. Та, что мне балмонка в этом плане дала только эту общую базу, по которой я понимал. Тут я использую такую фрезу, тут я использую такой станок. Но больше мне это особо ничего не помогло. Каких-то знаний именно в плане программирования. То есть это все программирование я сам проходил, сам сидел с учебником, плюс у меня отец, он разработчик программы для управляющих станков. Поэтому какие-то помощь давал. Основной сам сидел, ребята по работе за соседним столом, которые были откомандированы из других городов, из Омска, там тоже подразделение этого же Хрунчева. Они сидели, подходили, помогали. То есть что-то у меня по книжке не получалось как-то программу сделать, как-то правильно убить, модель построить и как-то правильно обработать. Мне девочки помогали опять же. Что учился, что не учился, я мог бы в принципе так же перейти и так бы меня обучили. На какие-то курсы дополнительные я ходил, когда делал расчеты по зданиям. Я работаю в 2012 году в Норильске. Мы рассчитывали на прочность конструкции, но тоже можно как в КАТИ считать. Я сидел дома за компьютером, то есть мы приносили чертежи, я делал чертежи в ТАКАДе, расчеты в программе АПН, а у нас центр был в Королеве. То есть я там проходил обучение от фирмы, она месяц заняло. Это очень такая на самом деле узкая специальность, специализация эти расчеты, а на мониторе особо не пригодилось. Вот. Сейчас я работаю дистанционно через ноутбук, то есть если какие-то нахожу какие-то задания в плане сделать 3D-модель, то есть я делаю 3D-модель или управляющей программой я пишу. Просто на уже ноутбук, но я пишу несложное, потому что потом я не набрался за это время работы на заводах. И вообще эта специализация вот именно написания управляющей программы она все-таки требует нахождения завода, потому что должен постоянно выйти в общении со станком, в общении с технологом, с конструктором может какие-то вопросы, да. Вот. У нас еще капсюля на заводах построена. После Роскосмоса я пошел работать на завод газо-турбостроения Салют. Там мне обещали, что я буду чисто программистом писать управляющую программу, там мне составили писать техпроцессы с нуля, да, то есть есть техническое задание, вот, и полностью должен вот такой деталь написать полностью техпроцессы производства на заводе, да, и потом уже по этому техпроцессу написать и управляющей программой. Но меня это как бы не строило, потому что я очень старался уйти всеми возможными способами от написания этих процессов именно на создание только головопрограммирования, только написание управляющей программ, а там все-все в сумме заставляли делать, и зарплата, как мне зарплаты были, зарплаты, конечно, мизерные, около 30 тысяч рублей заплатили, там Роскосмосе 34 тысячи на этом Хроничево, на турбостроении Салютно-Семеновской тоже около 30 тысяч, то зарплата особо не менялась, что я в опытном Касутерском бюро Сухово работал, это я работал именно военных заводов, то есть всегда была зарплата около 25-30 35 тысяч, выше она у меня не поднималась, но это последний год, когда работал, это был 17-й год. Таким образом, люди высказались, теперь остается сделать выводы. Можно кричать, что все это ерунда, все это фигня, вы можете написать в комментариях, как все стало плохо, но с другой стороны, вакансии размещаются, работодатели сейчас ищут тех, у кого мозгов побольше, кто более заряжен по скиллу, кто умеет делать лучше, ну и соответственно, в любом случае работа есть и в дальнейшем даст бог, все будет развиваться, как бы сейчас время такое, что нужно перетерпеть, переживать, посмотрим, ребята, посмотрим, что будет дальше. Я же с той стороны стараюсь делать полезные, объективные сюжеты. Пишите ваше мнение развернуто, объективно в комментарии, мы будем двигаться дальше, как я сказал в сюжете, кто хочет принять участие, все контакты со мной точно так же в описании, подписывайтесь на все социальные сети, которыми я пользуюсь, они так же в первом закрепленном комментарии, можете высказывать ваше мнение заранее, соответственно, кто захочет, примет участие. В это воскресенье вас ждет шикарный сюжет про недвижимость, мы его уже снимаем, готовим, делаем, поэтому забегайте, с 10 утра буду ждать вас на канале. Сегодня все, до новых встреч, всем пока-пока.